В модуле номер один мы познакомились с основными объектами платформы. Мы создали такие объекты, как справочники, документы, регистры, и определили поведение системы. Например, мы создали ввод на основании, обеспечили проведение документов. В модуле втором курса мы займемся программированием на встроенном языке платформы. Мы разработаем определенные программные модули и также решим задачи, необходимые для автоматизации нашего предприятия, которая, согласно постановке задачи, занимается торговлей мебелью. В рамках шестого дня тренинга мы разработаем свою первую программу на встроенном языке платформы 1С предприятие 8. Но вообще говоря, у нас уже есть определенная разработка. Мы создали с вами конфигурацию, которая обалдает уже определенной функциональностью. В ней созданы справочники, документы и даже есть регистры. Более того, при проведении документов выполняются движения по регистрам с помощью программного кода, который мы создали с помощью конструктора движений. Далее у нас есть печатная форма, которая формируется с помощью программного кода, который мы сформировали конструктором печати. И мы также обеспечили ввод на основание с помощью конструктора ввода на основание. То есть тоже был создан соответствующий программный код. Но в рамках текущего дня тренинга мы научимся писать свой собственный программный код без использования конструкторов. И начнем с самого простого. Рассмотрим, какие существуют операторы. Рассмотрим, что такое программный модуль. Поработаем с оператором присваивания, с условным оператором и с циклическим оператором. Давайте разберем вообще для чего нужен программный код на языке 1С. Ведь в принципе система бы работала и без программного кода совершенно нормально. Мы могли бы не создавать конструктором печати ничего. Мы могли бы не создавать обработки проведения. И в этом случае мы смогли бы записывать документы, смогли бы записывать элементы справочников. Но с помощью программного кода мы можем доопределить поведение системы в определенных точках. То есть с помощью специальных модулей, которые есть практически у каждого объекта, мы пишем процедуры. При возникновении определенных событий нужно выполнять определенные действия. Например, при проведении документа нужно формировать записи в таком-то регистре. Либо при записи документа нужно делать такую-то проверку. Так вот, программный код хранится в программных модулях. Это, собственно, и есть их предназначение. Давайте я покажу пример программного модуля. Еще раз отвечу, что модуль есть практически у каждого объекта конфигурации. И вот, скажем, мы обеспечили проведение документа поступления товаров и услуг. Обратимся к окно-реатрусирования объекта. На закладке «Прочее» мы можем открыть модуль объекта. И вот он, программный код в этом модуле. То есть, создана процедура, которая вызывается в момент проведения документа, и она формирует записи в определенном регистре. Различных модулей в системе большое количество. И в рамках нашего курса мы будем работать только с наиболее необходимыми и самыми используемыми программными модулями. Внутри программного модуля содержится программный код, который состоит из различных операторов. То есть, вот то, что мы сейчас видим на экране, это, по сути, и есть операторы. Причем, каждый оператор, обратите внимание, отделяется от другого точкой запятой. По сути, операторы – это инструкции, что нужно выполнять. То есть, система последовательно будет выполнять каждый оператор, и это должно привести к определенному результату. Ну и, собственно, задача разработчика, задача программиста – написать такой программный код, который приведет к желаемому результату. Теперь давайте на практике поработаем с программным модулем, который называется «Модуль управляемого приложения». Он запускается в момент старта системы. Я сейчас обращаюсь к корневому узлу конфигурации, нажимаю на правую кнопку мышки, то есть вызываю контекстное меню, и вот она, самая первая команда «Открыть модуль управляемого приложения». Сейчас он пуст, но я могу здесь написать определенные команды. Обычно при изучении новых языков программирования первая программа заключается в том, чтобы вывести приветствие. Давайте и мы поступим таким образом. Итак, выведем просто приветствие, некий текст на экран. Для этого используется метод «Сообщить». Метод – это процедура. Здесь есть параметр. Строка приветствия. Строки мы указываем в кавычках. Итак, «Привет, мир». Вот такой программный код. Всего-навсего одна строка, и давайте запустим приложение. Я нажал на кнопку F5. Приложение запустилось, и обратите внимание, внизу открылось окно диагностических сообщений, где выводится строка «Привет, мир». Хорошо, давайте немного усложним задачу и создадим еще один оператор в этом программном модуле. Теперь напишем то же самое «Приветствие», но, допустим, по-английски. Hello, world. Дальше. Дальше пытаемся запустить приложение. Я нажимаю на кнопку F5, и обратите внимание, что происходит. Система сообщает нам об ошибке. И действительно, символа точки с запятой нет. Этот модуль работать не будет. Я даже могу запустить систему, на самом деле. То есть я могу нажать на кнопку «Да», согласиться с тем, что есть ошибки. И вот, обратите внимание, запуск системы не состоялся. Завершаем работу, исправляем ошибку, разделяем операторы символом, точка с запятой. Теперь перезапускаем приложение. И видим, что в окне сообщений появилось две строки. На русском и на английском. Итак, мы разработали первую программу. Обратите внимание, что в момент запуска приложения система проверяет синтаксис. То есть правильность написания программного кода. И если есть ошибки, то они выводятся. Синтаксис также можно проверить и с помощью специального сервиса проверки. Давайте я намеренно допущу еще одну ошибку. Допустим, разработчик случайно ошибся в названии метода, то есть названии процедуры. Сообщить. Вот такая ошибка произошла. Теперь я, вызывая проверку модуля, удобно использовать горячую клавишу Ctrl F7. И как мы видим, система говорит, что вот такая процедура, она не найдена, отсутствует. И, соответственно, такая программа работать не будет. Если я исправлю, нажимая Ctrl F7, видим, что сейчас синтаксических ошибок не обнаружено. Ну что ж, в рамках текущего модуля мы разработали первую программу на встроенном языке. Как мы отмечали ранее, в программном модуле содержатся операторы. Но кроме операторов мы можем оставлять в модуле произвольные текстовые комментарии. В качестве комментариев зачастую используется описание алгоритмов. И это довольно удобно, когда ты занимаешься поддержкой какого-либо типового решения. То есть модифицируешь программный код, который был разработан сторонними специалистами. Кроме этого, в комментарии выносят старый программный код, который меняют, модифицируют. Это необходимо для того, чтобы исходная версия программного кода осталась. Но этот прием не следует использовать сильно часто, поскольку в противном случае программный модуль может быть засорен обломками старого программного кода. Итак, давайте рассмотрим, как устанавливаются комментарии и как вообще они работают. Для установки комментариев нужно использовать прямой слэш. Двойной слэш, собственно, и означает комментарий. То есть эта строка программного кода не будет выполняться. Либо мы можем выделить фрагмент программного кода и нажать на кнопку в панели инструментов. Либо у нее есть ход кей. Ctrl плюс слэш на цифровой клавиатуре. В этом случае все строги выделенные будут вынесены в комментарии. Давайте я сейчас запущу приложение. И мы убедимся, что при запуске ничего не произойдет. Никакой диагностики не появится. То есть тот код, который мы вынесли в комментарии, больше не работает. И служит просто для информации. Ну и, соответственно, чтобы снять комментарии, нужно удалить вот эти слэши. Либо, опять же, использовать обратную функцию. Есть кнопка удаления комментариев у выделенного фрагмента. Рассмотрим более сложные примеры программного кода. Зачастую при написании программного кода используются переменные. В переменной хранятся значения любых типов данных. Соответственно, мы в переменную можем записать какое-либо значение. При необходимости по ходу программного кода оно может быть изменено. Но и, естественно, в любой момент времени мы можем обратиться к значению переменной. При этом переменная имеет имя, и требование к имени переменной следующее. Она состоит только из букв, из цифр и знаков подчеркивания. Причем, начинаться имя переменной должно либо с буквы, либо со знака подчеркивания. Никаких пробелов в названии переменной использовать нельзя. И при этом само значение переменной хранится в оперативной памяти компьютера. В отличие, скажем, от элементов базы данных, ну вот, например, элемент справочника мы с вами создали, он записался. Он записался в базу данных, и оттуда уже не пропадет до тех пор, пока его не удалят. Что касается переменной, то она создается в процессе работы программы, и далее, допустим, приложение будет закрыто, и переменная уничтожится. То есть значение будет удалено из оперативной памяти компьютера. Ну что ж, рассмотрим, как присваивается значение переменной. Для этого существует специальный оператор, он так и называется, оператор присваивания. И семантически он выглядит следующим образом. Указывается имя переменной, через равенство указывается то значение, которое мы хотим присвоить. Причем обратите внимание, если в математике символ равно обозначает равенство значения слева и справа, то во встроенном языке один из предприятия 8 это присваивание. То есть то значение, которое справа, перетекает в переменную, присваивается переменной. Причем это характерно для многих языков программирования. Вот такая форма записи. Ну что ж, давайте мы поработаем на практике с оператором присваивания и с переменными. Допустим, у нас будет переменная, которая называется счастливое число. Укажем ее наименование и присвоим этой переменной значения. Три семерки. Теперь я могу обратиться к этой переменной. Знакомый нам метод сообщить. Указываем, что мы сообщаем. Я пишу начало названия переменной, дальше нажимаю на Ctrl-пробел и контекстная подсказка автоматически подсказывает, что у меня доступна такая переменная и мне нужно писать ее повторно. Ну что ж, запустим приложение. В этом программном коде мы определили переменную счастливое число и вывели это значение на экран. Результат предсказуем. Теперь давайте переприсвоим счастливое число. То есть напишем еще один оператор присваивания. Счастливое число равно три восьмерки. И выведем снова значение на экран. Вот этот программный код означает, что сначала в оперативной памяти компьютера для соответствующей переменной записывается значение три семерки. И дальше оно изменится на другое значение. И в результате мы должны увидеть как старое, так и новое значение три семерки и три восьмерки. Поскольку оператор сообщить используется в соответствующих местах нашего программного модуля. Как мы видим, для того, чтобы у нас стала доступная переменная, мы ничего специально не делали. Она определяется в момент первого присваивания. Но можно сделать так, чтобы переменная была определена. Для этого используется специальный оператор перем. Как всегда, не забываем ставить точку с запятой. В этом случае переменные являются определенные. То есть программа о ней знает. И как использовать вот это определение переменной и для чего оно нужно, мы разберем с вами в рамках следующего дня тренинга. Сейчас же, если я запущу приложение, ничего по сути не изменится. Система также сообщит старое и новое значение счастливого числа. Итак, мы поработали с переменными и разобрали работу оператора присваивания. До настоящего времени мы с вами писали программы, которые выполняются линейно. То есть операторы последовательно выполняются друг за другом. Система, выполнив один оператор, переходит к выполнению другого и так далее до тех пор, пока программный модуль не закончится. Но существует возможность системе описать условные операторы, которые содержат в себе некое условие, которое по сути имеет результат истинный или ложный. То есть если условие выполняется, то есть результат проверки этого условия истина, то тогда программа идет по одной ветке, то есть может выполнить ряд операторов. Если условие не выполняется, то есть другая ветка. Здесь тоже может быть любое количество операторов. После этого программный код дальше продолжает выполняться линейно. Рассмотрим, как записываются условные операторы на встроенном языке платформы. Выглядит это следующим образом. Если дальше описывается текст условия, потом ключевое слово «тогда», и дальше многоточим отмечены произвольные операторы. То есть здесь описывается истинное выполнение условия. Давайте для начала вот такую конструкцию мы разберем, и обязательно в конце мы пишем ключевое слово «конец если». Итак, у нас есть счастливое число. Описываем условные операторы «если». Обратите внимание, это ключевое слово, оно выделяется красным цветом, так же, как и, скажем, «перем». Если будет некое условие, я пока оставлю пустое место, дальше пишу «тогда», как вы видите, опять это ключевое слово, и конец условия сразу же ограничим. «конец если». Итак, здесь мы внутри напишем некое условие. При этом зачастую условие содержит операции сравнения. У нас существует ряд операций сравнения. Некоторые из них характерны только для чисел. Например, сравнение больше, меньше, больше или равно, меньше или равно. Равенство и неравенство пишутся именно таким способом. Обратите внимание, у нас есть равно. Но это не то же самое, что оператор присваивания. Если мы пишем «равно» в рамках условия нашего условного оператора, то это воспринимается именно как проверка на равенство двух значений слева и справа. То есть в результате будет возвращено системой либо истина, либо ложь. Ну что ж, давайте попробуем сделать такую проверку. Итак, если счастливое число равно 3 семерки, то тогда нужно выдать какое-либо сообщение. Выдать им сообщение. Причем еще раз отмечу, что здесь может быть любое количество операторов. У меня будет в простейшем случае один оператор. Все правильно. Вот такой вот будет текст. Запускаем приложение. Нажимаем на кнопку F5. Сохраняем конфигурацию базы данных. Видим вот такую вот надпись. Все правильно. Дальше. Если я вынесу из комментария вот эту строку, где счастливое число равно 3 восьмеркам, перезапустим приложение, мы увидим, что ничего не выходит. Никакой диагностики нет. Никакого сообщения не видно. Дело в том, что не сработало вот это условие, и, соответственно, система продолжила выполнять программный код, а дальше у нас ничего уже и нет. Теперь давайте посмотрим, как описать ложную ветку условия, то есть когда оно не было выполнено. Для этого нужно использовать ключевое слово «Иначе». И здесь мы тоже выведем диагностику. Ошибка при установке значения. Речь идет именно о счастливом числе. Запускаем систему. И видим, что сейчас как раз вот этот текст вывелся. Ошибка при установке, поскольку счастливое число равно 3 восьмерки. Система выполняет сравнение. Результат этого сравнения 0, соответственно, система идет по ветке «Иначе». Кроме того, что может быть условный оператор с двумя ветками, истинное или ложное, можно реализовать и множественные проверки. Для этого нам нужно немного модифицировать наш условный оператор. Нужно определить такую ветку условия, как «Иначе если». И снова мы описываем некое условие. Давайте я его сейчас скопирую и немного изменю. Если, скажем, 3 восьмерки, то я уведу какой-либо текст. Ну, например, восьмерки так и напишем. И вот таких «Иначе если» может быть на самом деле неограниченное количество. Столько, сколько требуется для решения конкретной задачи. Ну и в конце можно прописывать веточку «Иначе». Можно этого не делать. Давайте я укажу, что ошибка. Если я сейчас запущу приложение, давайте подумаем, какое сообщение будет выведено. Значение счастливого числа сейчас 3 восьмерки. Соответственно, первое условие не выполняется, а второе условие выполняется. Соответственно, мы должны увидеть текст восьмерки. Что мы и видим на самом деле. Итак, мы поработали с условными операторами. Еще раз отмечу, что есть разница, где используется равенство. Либо в качестве оператора присваивания, либо в качестве условия. В последнем случае знак равенства работает именно как операция сравнения. Рассмотрим циклические операторы или по-другому циклы. С помощью циклов выполняются определенные действия до достижения конкретного результата. В качестве примера цикла можно привести перебор строк табличной части документа для формирования движений. Давайте схематично, с помощью блок-схемы опишем циклический оператор. Итак, есть некая условная программа, где последовательно выполняются операторы. Но вот есть группа операторов, которую нужно выполнить многократно. В основе цикла лежат условия. Условие проверяет, нужно ли выполнять циклический оператор. То есть, если условие истинно, то тогда определенные операторы будут выполняться. Давайте три, допустим, изобразим. После этого управление переходит на начало цикла, вот на это место, и снова производится проверка условия. Если оно снова истинно, то мы снова попадаем в эту ветку и вновь выполняем три оператора. И так далее. То есть, обеспечивается многократное выполнение. И только тогда, когда условие будет равно ложь, тогда мы выходим из цикла, ну и дальше выполняем операторы, которые идут следом. Как вы понимаете, возможно, ситуация зацикливания. В этом случае программа зависает. То есть, условие цикла всегда является истинным. И для того, чтобы прерывать программу, то есть закрыть ее, приходится делать аварийное закрытие. С помощью диспетчера задач, либо из конфигуратора мы можем прекратить отладку. Конечно, эта ситуация является ненормальной. Это ошибка программиста. И цикл всегда должен быть конечным. То есть, количество выполняемых раз, а вот эти операторы и каждый раз их выполнение называется итерацией цикла. То есть, когда мы первый раз выполнили три оператора, это первая итерация цикла, второй раз, вторая итерация цикла и так далее. Таким образом, количество итераций цикла должно быть конечным. И зависит это от того, какое условие прописано для цикла. Теперь давайте рассмотрим, какие виды циклов существуют. Вообще выделяют три вида цикла в системе, но сейчас мы с вами рассмотрим пока только два вида. Первый цикл – это цикл по счетчику. Семантически он записывается следующим образом. Ключевое слово «для», потом некое переменное, и ей присваивается начальное значение по конечное значение цикл. Дальше операторы. Система в этом случае будет выполнять цикл столько раз, какова разница между конечным значением и начальным значением. То есть, на каждой итерации цикла, на каждом шаге цикла, переменная, вот эта переменная счетчик, она будет увеличиваться на единицу. И только тогда, когда переменная счетчик будет больше конечного значения, цикл прекратит свое выполнение. Ну что ж, давайте приведем пример такого цикла, цикла по счетчику, который называется «для». Итак, «для». Дальше я опишу либо какую-либо существующую переменную, либо объявляю новую переменную счетчик. Равно 1 по 20 цикл. Сразу же я заканчиваю оператор циклический, конец цикла. И внутри, давайте вставим вывод сообщения, мы просто сообщим счетчик. Но при этом я обращаю ваше внимание, что на самом деле цикл может начинаться и не соединиться. Допустим, с 5. Запустим приложение и посмотрим, каков будет результат. Итак, система выдала значения с 5 до 20 включительно. Теперь чуть усложним задачу, и давайте с помощью циклического оператора выведем квадраты чисел от 5 до 20. На самом деле задача довольно простая. Чтобы получить квадрат числа, нужно его умножить на само себя. Поэтому я сделаю следующее. Я прямо внутри сообщения сделаю операцию умножения. В этом случае в результате будет выведен квадрат числа. Запустим систему и увидим результат. Это так, 5, 25, 6, 36 и так далее. До 20. Перейдем к следующему виду цикла. Цикл по условию. Записывается он следующим образом. Ключевое слово пока. Потом прописывается некое условие выполнения. Ключевое слово цикл. Дальше идут операторы и конец цикла. То есть вот этот вид цикла полностью соответствует той блок-схеме, которую мы изобразили. Ну что ж, давайте с помощью этого вида цикла решим следующую задачу. Нужно найти число, причем это должно быть максимальное число, квадрат которого меньше 30 тысяч. Как вы понимаете, с помощью несложных математических операций можно решить эту задачу в один шаг. Для этого достаточно вызвать калькулятор. Запишем 30 тысяч. И нам нужно получить число, квадрат которого меньше 30 тысяч. Соответственно мы извлекаем квадратный корень. Получаем 173,2. Соответственно ответ в этой задаче будет 173. Но сейчас я хочу получить этот ответ с помощью циклического оператора. То есть я буду последовательно перебирать числа, начиная с единицы, до тех пор, пока квадрат искомого числа, квадрат счетчика не будет больше 30 тысяч. Давайте обратимся к системе. Предыдущий цикл я вынесу в комментарии. И сейчас запишем цикл вида пока. Пока. Условие я его пока пропущу. Цикл. Конец цикла. У нас будет переменная. Давайте я ее назову искомое число. Начинаем мы с единички. И на каждой итерации цикла мы будем увеличивать искомое число на 1. Для этого используем оператор присваивания. Искомое число равно искомое число плюс 1. Напомню, что это не сравнение. При выполнении этого оператора искомое число увеличится на 1. И далее нам нужно прописать условие выполнения цикла. То есть цикл выполняется до тех пор, пока квадрат числа меньше 30 тысяч. То есть искомое число умножить на искомое число, а это и есть квадрат, меньше 30 тысяч. Как только значение квадрата будет больше, мы выйдем из цикла и нам нужно вывести диагностическое сообщение. Сообщить то число, которое мы нашли. Но квадрат данного числа будет больше 30 тысяч. Поскольку вот это условие не выполнилось и мы вышли из цикла, соответственно нам нужно уменьшить на 1 полученное значение. Итак, запустим систему и мы должны получить результат. Так, секундочку. Есть ошибка. Смотрим. Мы не поставили точку с запятой между двумя операторами. Между циклическим оператором и между встроенной функцией сообщить. Запускаем систему и видим верный результат. Итак, мы рассмотрели работу циклических операторов. В следующем уроке рассмотрим еще два оператора, которые могут применяться для циклов. Мы с вами привели примеры циклов. Внутри тела цикла у нас находился всего-навсего один оператор. Но хочу сказать, что на практике циклы бывают довольно большими. То есть количество операторов, которое здесь расположено, может измеряться десятками или даже сотнями. И в таких сложных циклах зачастую бывают случаи, когда нужно досрочно прекратить выполнение цикла при соблюдении некоторых условий. То есть где-нибудь в середине цикла проверяется определенное условие. И если оно выполняется, нам нужно закончить выполнение цикла. То есть все последующие итерации не имеют никакого смысла. Для этого используется специальный оператор, который называется прервать. При выполнении этого оператора внутри тела цикла мы завершаем работу этого цикла, то есть попадаем вот сюда. И далее идем, выполняем следующую операцию в нашей программе. Бывают и другие ситуации, когда нам необходимо закончить текущую итерацию, то есть досрочно перейти на следующую операцию. Обычно это тоже бывает при выполнении некоторых условий. То есть есть некий условный оператор. Если он выполнился, то есть его условие истинно, то тогда мы пишем следующий оператор. Продолжить. И в этом случае мы заканчиваем текущую итерацию и попадаем вот сюда, на начало цикла. Переходим к следующей итерации. Давайте приведем два простых примера в рамках нашего цикла. Итак, скажем, я вот здесь напишу оператор прервать. Вот он доступен. Я нажал на Ctrl-пробел. Открылась контекстная подсказка. Как вы думаете, что система сообщит после выполнения этого программного кода? Подготовьте ответ у себя в голове, а пока я запускаю приложение. Итак, результат 0. Надеюсь, он совпал с тем, что вы рассчитали. Давайте сделаем проверку. Изначально искомое число равно 1. Мы заходим в цикл и тут же прерываем его выполнение. То есть переходим к концу цикла и сообщаем искомое число минус 1. То есть 1 минус 1 это, естественно, 0. Хорошо. А что будет, что выдаст система, если я напишу оператор продолжить? Опять же, подготовьте ответ у себя в голове. А пока я запускаю приложение. И обратите внимание, запуск идет необычно долго. Причем приложение никак не запускается. Надеюсь, вы догадались, в чем причина. Система зациклилась. То есть мы всякий раз попадаем на начало цикла. Условия у нас всегда выполняются, поскольку 1 умножить на 1 всегда меньше 30 тысяч. То есть сколько бы раз это сравнение не выполнилось. Мы действительно зависли. И для того, чтобы завершить работу, приложение нужно будет воспользоваться либо диспетчером задач, либо, если запуск производился из конфигуратора, мы можем завершить отладку и исправить ошибку. Выносим в комментарии данную строку программного кода. Ну что ж, мы рассмотрели операторы перехода к началу выполнения цикла и досрочному прерыванию цикла. Итак, мы завершили теоретический материал шестого дня тренинга. В рамках текущего дня мы написали свою первую программу на встроенном языке 1С предприятие 8. Причем мы написали и программу ВВД сообщений, и что-то более серьезное, используя условные операторы, операторы циклов, причем два вида циклов, цикл по счетчику и цикл по выполнению условия. Ну и, естественно, мы поработали с оператором присваивания. Рекомендую внимательно отнестись к теоретическому материалу шестого дня. Вам должно быть все понятно, поскольку в следующих днях мы будем усложнять приемы программирования, и если вы что-то не поймете из этого дня, то дальше у вас могут возникнуть сложности. На этом текущий день мы заканчиваем, и желаю вам успехов при выполнении домашнего задания.